Десна ТВ Церемония награждения призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников Надеемся, что вы будете приумножать свои знания, победы и достигнете больших весов Детскому театру «Гном» 30 лет Того, чего мы хотим по перспективе, у нас нет никаких возможностей, они закончились И мы будем гномиком от образования, будем образовывать людей Первое заседание административной комиссии в этом месяце состоялось 13 апреля в здании городской администрации Несмотря на регулярность заседаний, в этом году их было уже пять Случаи несублюдения общественного порядка продолжают иметь место Традиционно в числе противоправных действий нарушение спокойствия граждан в ночное время Что приводит к известным последствиям А именно наложение административного штрафа на граждан до 3 тысяч рублей За данное административное правонарушение На должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей И на юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей Из четырех привлеченных к ответственности граждан с повинной пришло два человека По остальным протоколам решение было вынесено заочно Итого, два предупреждения, один штраф, еще по одному дело прекращено Каково мы пояснение тут? Виноват? Виноват Закон есть закон, нарушил, нужно отвечать Отдельно рассматривалось обращение жителя города о нарушении правил благоустройства Его внимание привлекла стоянка для автомобилей по адресу 1.16 По мнению горожанина, уборка на отдельном участке парковки не проводится Представитель управляющей компании обязался исправить ситуацию Но если есть прецеденты, если уже есть обращение Что там, то вы уже по этим кускам, метр-два Ну вы или люди ее брали Также председатель комиссии напомнил о крупном сетевом магазине в центре города Ранее торговый объект был повторно оштрафован за несублюдение норм благоустройства своей территории В ближайшее время этот магазин закрывается на косметический ремонт сроком около месяца 8 апреля в центре культуры и молодежной политики чествовали призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников Тех, кто не первый год доказывает основательность своих знаний В копилку достижений теперь можно отнести и полученные дипломы от Комитета по образованию города Их вручили более чем 60 молодым людям, школьникам Десногорска За отличные знания по математике, физике, биологии и другим предметам Надеемся, что вы будете приумножать свои знания, победы и достигнете больше высоты Также благодарственные письма получили и преподаватели 33 учителя городских школ принимали непосредственное участие в подготовке призеров Церемония также сопровождалась выступлением творческих коллективов и солистов Синь, старинная, мы здесь 1 апреля детскому театру «Гном» исполнилось 30 лет В Центре культуры и молодежной политики состоялась премьера спектакля по пьесе Натальи Шор «Раз, два, три, четыре, пять» «Машенька идет гулять» Это был последний спектакль детского театра «Гном» Ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991 года, детский театр начал свою работу «Гном закрывается, но «Гномик» у нас будет продолжаться В другом статусе, конечно Так что, ребята, сегодня вот с вами была переписка Что, «Гном закрылся», «Гнома» не будет Потому что такой возможности, как у «Гнома», того, чего мы хотим по перспективе У нас нет никаких возможностей, они закончились И мы будем «Гномиком» от образования, будем образовывать людей На праздничном мероприятии присутствовал заместитель главы муниципального образования Город Десногорск в Смоленской области по социальным вопросам Александр Новиков Также поздравить коллектив театра и Данию Макарову приехал Сергей Леонов Сенатор от Смоленской области, руководитель Смоленского отделения ЛДПР Который выразил свою личную признательность и благодарность за высокий профессионализм Большой вклад в организацию культурного досуга жителей Десногорска Мы с этим театром очень активно давно дружим И Даня Макарова, конечно, стала уже таким человеком родным И в том числе и для меня, я думаю, для всего Десногорска Спектакль прошел на одном дыхании Получился теплым, душевным и полезным Это была история о 13-летней девушке Маше Она любит, спорит, борется, живет и умирает Но никто этого не видит, потому что это происходит у нее внутри Роль главной героини исполнила Екатерина Семенова Также роли в постановке исполнили Марьяна Лысенкова, Антон Гороничев, Даниил Фролов и Михаил Попов Режиссер Дания Макарова В конце выпуска о погоде 15 апреля в Десногорске пасмурно, дождь Днем плюс 11, ночью плюс 8 На сегодня выпуск завершен До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин